Здравствуйте, я Алик из Саратова. Вот там рынок, брат Рафик, овощи, фрукты, немножко торгуй. Можете пойти сказать, я от Алика скидку сделаю. Да на любой рынок меня везде знают. Еще у меня есть жена Итери, она мне вопросы постоянно задает. Итери, что ты меня спросил последний раз? Алик, я слыхала, Матвиенко собралась пикетировать правительство. Все, 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 не шуми, не шуми. Да, вот знаете, наша дорогая золотая Валентина Ивановна Гвозденко Матвиенко, она выступала. В Совете Федерации и сказала удивительные вещи. Послушайте. Свободу бизнесу. Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет. Возьму плакат и пойду в правительство с плакатом. Вот нас народ такой предприимчивый. Дайте им возможность. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет. И еще, дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Вот я всегда говорил, что жизнь это такая штука, с одной стороны тревожная, с другой стороны интересная, в результате своей непредопределенности. Вот перед нами Валентина Ивановна, новый лидер оппозиции в России. Энергичная, откровенная, молодая, ну по сравнению с Кремлевской башней. Вот прямо сейчас может создавать новую партию и назвать ее гвозди. И девиз. Прибьем коррупцию и бюрократию. И вперед. Правда, есть один маленький вот момент, нюанс, так сказать. Вот это ее размышления про экономику и бизнес, когда она там говорит, вот, ну, один вешивает, другой пирожки печет, третий сапожки шьет, четвертый из раскладушки самобеглую коляску делает, пятый из липового лика оптиковолоконный кабель крутит. Нет, это так не пойдет, так монанка может сказать из продуктового. Ну, это уже какое-то феодальное хозяйство, натуральное. Нужно что-то новое, Валентина Ивановна, современное, постиндустриальное. Поэтому программку экономическую нужно немножко подправить. А для этой цели походить на курсы, в бизнес-инкубатор какой-нибудь, на тренинги. Ну, месяц-другой. Все равно в этом Совете Федерации особо делать нечего. И вот после того, как походишь тогда и станешь нашим новым российским младо-реформатором. Ждем и верим.